4-го четверг находился на работе, позвонила супруга, сказала, что пришла газовая служба. Якобы у нас всё плохо, кран сломанный, ну не сломанный, и плохой, значит, шланг плохой, надо срочно менять. Алексей даже не придал значения тому, что последняя проверка газового оборудования была в августе 2021-го и нарушений не выявила. Дала трубку женщине. Дама очень активно говорила, техническими терминами сыпала, всё убедительно очень говорила. Я сначала не понял, и когда спросил, что за фирма, она служба газа, но мы монтажный участок, я понял, что это газэкса монтажный участок. Знаю, что газэкса, фирма нормальная, не берут даже за полную проверку, у них рублей 400, что ли, не помню. Алексей вспомнил, что информации о проверке в подъезде не было. Обратился по телефону в управляющую компанию. Мне девчонка там говорит, гоните их, это мошенники. Можете даже полицию вызывать. Отпросился с работы, приехал домой, супруга показала договор на 3000 рублей, 2800 рублей за оборудование и 200 рублей за установку. К этому времени подоспели полицейские, застали газовщиков на первом этаже. С девушкой, с полицейской стали составлять заявления, а милиционер повел их в участок. Ну, пока сидели, писали заявление, давайте еще в газэкс позвоним. Позвонили. Там дама тоже объяснила, что эта фирма работает уже давно, три года у нас они пасутся, и по ее выражению, тупо рубят деньги. С сотрудниками, представляющимися организацией службы газа, столкнулись и соседи Алексея Скалкина. Женщина, ну, курточка такая, рабочая. Причем одежда, рабочая одежда, мужичок такой невысокого роста. Да, 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 они, они. А что у нее это самое, газовая служба? Я говорю, никакого объявления не было. Ну, как не было? Было объявление. Я говорю, так вы же были недавно. Ну, как недавно? Это же было летом. Я говорю, я не знаю, объявления не было. Все, сел, в лифт и уехал. Полиция приняла заявление и отпустила газовщиков, так как документы, которые были у них на руках, вопросов не вызвали. Я считаю, что это из той же серии, что вот бабушкам продавали фильтры по 80 тысяч, регулировку окон делали за 15 тысяч. Вот из той же серии. Так что жители Тагила, будьте бдительны с этой фирмой. Еще один сравнительно честный способ отъема денег у населения, как у Остапа Бендера. Оставленные с Калкиным договоры паспорт на шланг действительно оформлены по всем правилам. Стоит печать ОТК, но штрих-код товара не пробивается сканером. Безопасно ли такое оборудование, судить сложно. Безопасно ли такое оборудование, судить сложно.